Волгоградцы смогли увидеть Польшу глазами поляков. Именно так называется кинофестиваль, который с успехом прошел в регионе. В его программе было 10 картин, которые определяют лицо нынешнего польского кино. О самых интересных фестивальных событиях Анастасия Попова. Этот фестиваль для тех, кого кино интересует прежде всего как искусство. Любители поживать во время сеанса попкорн из целевой аудитории исключаются. С такого заявления начал пресс-конференцию киноведы Санкт-Петербурга Юрий Шуйский. Поклонникам важнейшего из искусств он пообещал немало открытий. Последние пять лет Польша переживает кинематографический ренессанс. Снимать хорошие фильмы стало не только модно, но и выгодно. Мы попытались отобрать фильмы знаковые, значовые и знаменитые. Открыла фестиваль психологическая драма Анджиа Вайды «Аир». Это история о любви, которая иногда приходит слишком поздно, и о смерти, которая всегда наступает слишком рано. Любимая актриса Вайды Кристина Янде сыграла в фильме не только главную героиню экранизации повести Ивашкевича «Аир», но также самую себя, рассказывая о недавней смерти своего мужа, знаменитого кинооператора Эдварда Классинского. На берлинском фестивале фильм получил награду Альфреда Бауэра за новации в киноязыке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ярким фестивальным событием стал показ элегантной черно-белой стилизации Бориса Ланкоша «Реверс». Зрители ждет серия жанровых кульбитов. Нуар, сатирическая комедия, триллер. Мне бы хотелось увидеть все-таки вот эту эстетическую модель нынешней польской действительности. Как видят режиссеры нынешнюю Польшу, какова она. Закрыл фестиваль фильм режиссера Яна Комаса «Зал самоубийц». Жесткая, бескомпромиссная лента рассказывает об интернет-зависимости. Музыкальное сопровождение картины безукоризненно. Классика и рок. На родине этот фильм невероятно популярен. Его называют польским аватаром. Анастасия Попова, Вадим Терехов, Вести, Волгоград.